Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Николай Силков. Смотрите сейчас. Свободная касса. Как закрытые границы влияют на бобруйский бизнес? Наука побеждать. Под Бобруйском проходит военное учение. Репортаж с огневых рубежей. Золотой триумф. Десять медалей с областного чемпионата. Как это было? А также час земли, неделя леса и весна отменяется. Когда отступит минус? Угроза бизнесу и туризму из-за коронавируса. Все страны-соседки Беларуси закрыли границы. Турагентства тем временем отменяют чартеры. ИП подсчитывает убытки. Фирмы переводят сотрудников на удаленку. Анастасия Шевцова послушала бобруйских предпринимателей. Гертруда Тирушкина в торговле два десятка лет. Сейчас на витринах ее ролета – одежда из России. Закрытая граница, уверяет предприниматель, сюрпризом не стала. Я съездила перед этим, зная о том, что границы закроются. Я так думаю, что это временное явление, что откроется все же. И все будет снова. Самое главное, чтобы были покупатели. Бобруйский бизнес оказался не готов к эпидемии. Замок на границе для Светланы Куцеваловой – сплошное расстройство. Не успела закупиться впрок. Нас, конечно, это не устраивает, потому что вот закончится товар, и нам надо ехать за новым товаром. Где его взять? Стараемся даже не думать, что будет завтра. Потому что что оно будет, мы совсем не знаем. Как предстоит дела и как будут развиваться события, мы тоже не знаем. Хотелось бы разрешить эту ситуацию побыстрее. Закрытие границ на всех, по-моему, кажется не очень лучшим образом. Мы немножечко подстраховались, мы, скажем так, запас имеем. В администрации центрального рынка уверены – поводов для паники нет. С пустыми руками покупатели здесь не оставят. Закрытие границ сегодня не сказалось на работе рынка. То есть мы отслеживаем постоянно торгующих наших, это же наши деньги на развитие рынка. И видим, что рынок работает, все работают предприниматели. Бизнес замер в ожидании. Крупные компании и мелкие ИП сходятся в одном. Все это должно как можно скорее закончиться. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Легко в бою на полигоне у Каменки проходит военное учение. Максим Кембель передает с огневых рубежей. Наука побеждать. Целый комплекс подготовки. Ключевое звено учения. Бобруйский район. Полигон вблизи деревни Каменка. 147-й зенитный ракетный полк отрабатывает действия в условиях, приближенных к боевым. Сначала молодые воины обучаются одиночной подготовке. После этого они складываются в составе зенитных ракетных расчетов, батарей. И в конце каждого полугодия дивизион выходит на полевый выход, который завершается проведением тактического учения. По сценарию неприятель угрожает лагерю с неба. Чтобы отразить возможную атаку, зенитный ракетный комплекс ОСА приводят в боевое положение. Это установка «Главная ударная сила полка». Предназначена для обороны подразделений сухопутных войск, промышленных и военных объектов от удара всех типов средств воздушного нападения. Антон Мартынов – командир отделения транспортировки ракет. От слаженных действий подчиненных младшего сержанта зависит, насколько быстро ОСА начнет поражать вражеские цели. Я считаю, что сходить в армию должен каждый, увидеть это, ощутить мощь, силу. Здесь очень специфический опыт. Он пригодится на гражданке, это безусловно. На равнине поступивший сигнал о приближении опасности означает, что расчетам незамедлительно нужно выдвинуться в назначенный район. Машина! Аристан! Здесь специальная транспортно-заряжающая машина устанавливает контейнеры с ракетами на боевую единицу. Норматив сдан на оценку «Отлично!» всего 4 минуты. В тактико-специальном учении задействовали более 30 боевых машин и 60 военнослужащих. Тяжело в учении. Легко в бою. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Низкий поклон, час в темноте, и мы чемпионы. Почему к белорусскому футболу приковано внимание всего мира? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Белорусы благодарят врачей за сопротивление пандемии коронавируса. Видео в интернете опубликовало интернет-СМИ. Ролик уже набрал больше 3,5 тысяч просмотров. В темноте на 60 минут. Беларусь присоединится к международной акции «Час Земли». Флэшмоб традиционно проходит в последнюю субботу марта. Всемирный фонд «Дикой природы» предлагает на час выключить все электроприборы, без которых можно обойтись. В «Синекой» с 8.30 до 9.30 вечера погаснет подсветка зданий. Лифты будут работать. Беларусь и Россия создадут общую базу невыездных. МВД нашей страны заявила, работу закончат к 1 апреля. Накануне ведомства обменялись стоп-листами. Теперь данные объединяют. Если понадобится реабилитировать человека, процедуру проведут за день. Неделя леса пройдет в Беларуси. Акция начнется в субботу. Из-за теплой весны зеленый марафон стартует раньше обычного. Посадить дерево может каждый, ограничений нет. Для этого надо приехать в ближайший лесхоз. Инвентарь и саженцы выдадут бесплатно. За белорусским чемпионатом по футболу следят по всему миру. Права на трансляцию уже купили главные спортивные телеканалы Украины и России. Турниры в других странах отменили или перенесли из-за коронавируса. Второй тур первенства страны пройдет с 27 по 29 марта. Золотой запас. 10 медалей бобруйские боксеры привезли с областного турнира. Формулу успеха узнал Максим Кембель. 11-й открытый турнир по боксу. Бойцы со всех стран Восточной Европы. На ринге парни по 15-16 лет. Тем не менее, накал страстей совсем как на взрослых поединках. Тимофей Тумашенко вышел на площадку с полной уверенностью в победе. Бобручанин провел два боя. Все успешно. Хорошие были соперники достойного уровня. В первом бою за счет мастерства я был намного техничнее соперника. Обыграл его. Ну а в финале, ну просто за счет характера, я его шел, бил и поддержал победу. Пять лет назад мальчишку в зал привел отец. С тех пор кожаные перчатки прочно прописались в жизни спортсмена. Изнурительные тренировки, воля и опытный тренер, составляющие успеха юного боксера. В здоровом теле здоровый дух. В свободное время парень виртуозно играет на саксофоне. Областное первенство по боксу стало успешным почти для всей нашей сборной. Помимо двух золотых медалей Тимофея, по бручане выбили еще четыре награды высшего достоинства, одно серебро и три бронзы. Это ближайший резерв, значит, 15-16 лет. Это те боксеры, которые в ближайшем будущем выйдут на молодежный, на взрослый рейк. И мы выступили очень даже хорошо, неожиданно хорошо. Мы даже сами не ожидали, что так получится. Соревнования в Могилеве посвятили памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Генриха Ривкина. Его воспитанники неоднократно становились призерами и чемпионами первенства Советского Союза и Беларуси по боксу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Кабы не было зимы, этой ночью синоптики прогнозируют очередные сюрпризы. Новых рекордов, если верить прогнозам, не ожидается, но весна, судя по всему, сбавляет обороты. Кристина Арианц подробнее. В моде нынче непогода. Синоптики обнадеживают во второй половине недели весне быть. Выходные вовсе порадуют июньским теплом. Столбик от минуса доползет до плюс 17. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедится. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха минимальная ночью минус 5, минус 10. Местами минус 11, минус 13. Максимальная днем температура плюс 4, плюс 9 градусов. Тем временем в Беловежской пущу, несмотря на ненасть, зацвел редкий вид равноплодника Василисникова. Первыми бутонами краснокнижник похвастался на месяц раньше обычного. Приметы, в которые предки верили века, и в наше время работают как часы. Завтра по народному календарю. Феофанов день. Туман 25 марта предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц семенами. По прогнозам метеорологов, завтра стихнет ветер. Днем воздух прогреется до пяти тепла. А вот ночь сегодня подкачает окна, покроются наледью. На улице будет 10 градусов мороза. Зеркальное шоссе, асфальт, по прогнозам синоптиков, тоже скует лед. Автолюбители, которые успели переоботься, будут вынуждены скользить по весенней дороге. Кристина Риянца, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Бобруск, 360. 394 рубля в месяц за собственную квартиру в Минске. Еще раз повторюсь, 394 рубля. Это реальная цена выплат в первый год за квартиру площадью 30 метров по партнерскому банковскому кредиту у крупнейшего застройщика. И это ниже, чем арендная плата за однушку в Минске. Покупка квартиры за заемные средства банка – не сказка, не безрассудство, не сумасшедшая переплата, а абсолютно правильное и финансово выгодное решение. Раньше к заемным средствам банков прибегали, как правило, лишь те покупатели квартир, кому необходимо было докредитоваться. То есть восполнить недостающие 10-20% от суммы покупки. То теперь, обладая лишь 10% от стоимости квартиры, можно приступать к ее приобретению. В строительстве все понятно. Отечественные ресурсы, стройматериалы, рабочая сила. В стройкомплексе стабильно. Тем более, что весенняя акция на квартиры в комплексах «Минск.Мир» и «Парк Челюскинцев» – это индивидуальный подход каждому клиенту. Учитываются и запросы покупателей, и их возможности. Каждый получит полную консультацию и онлайн, и по телефону. А выбранная квартира будет непременно забронирована. Прежде всего, речь о квартирах в самых современных комплексах белорусской столицы «Минск.Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев». Многофункциональный комплекс «Минск.Мир» получил награду как самый масштабный в Европе. Город в городе, устремленный в завтрашний день, он придает Минску образ современного европейского мегаполиса. Станции метро, паркинги, которые освободят дворы от транспорта, первый на 800 машин уже сдан. Магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале детский сад или школа. Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр «Минск.Морл». Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр «Марамол» и разбит большой современный парк. Здесь самый большой выбор жилой недвижимости. Квартиры в нескольких десятках домов девяти кварталов. Поступили в продажу квартиры в последних секциях дома «Эмиратс Волна». На верхних этажах каждой секции дома, которая определяет вид квартала, по три квартиры с террасами. На первом этаже кафе, магазинчики, салоны, сферы услуг. В доме «Квебек» на первом этаже квартиры с отдельным входом и террасой. В доме «Хельсинки» все жилые квартиры с современным евроремонтом. Это и возможность купить квартиру в жилом комплексе парк Челюскенцев. Рядом более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Для сравнения, знаменитый гайд-парк Лондона занимает площадь 142 гектара, а Люксембургский сад в Париже – 26 гектаров. И все это в центре Минска. И поэтому это премиум-класс. В доме номер два первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами. В доме номер один, где в эти дни можно с выгодой купить трехкомнатные квартиры по весенней акции, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте. Еще одно удобное решение – в здание будет встроен двухэтажный детский сад собственной территории, а еще коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Маяк Минска в представлении не нуждается вообще. Национальная библиотека, метро «Восток», но район уже давно называют «Маяком». Все для комфортной жизни здесь – школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры, пешеходный бульвар «Пикассо», новая городская достопримечательность «Фонтан» «Дана Танец». Здесь проводят городские мероприятия. Рядом уникальная слепянская водная система. А в самом комплексе также проводят озеленение, высаживают взрослые деревья. Паркинги они существуют, строят новый, многоуровневый рядом с комплексом. В продаже остались квартиры в домах Гоген, Рафаэль и Микеланджело. Важный плюс для родителей – прямо во дворе домов строится детский сад. Осталось и коммерческая недвижимость на «Маяке». Немного. Стоимость квадратного метра в этом комплексе по сравнению с началом строительства выросла в два раза. Застройщик убежден, что людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать средства в собственную квартиру, чем делать бесконечные выплаты по аренде. Именно поэтому тем, кто мечтает о своей квартире, предлагается решиться и стать, наконец, собственником, используя различные выгодные финансовые инструменты. Покупка квартиры в любом из этих комплексов стала доступной для многих семей со стабильным доходом. Откуда взялась цифра 394 рубля в месяц? Это выплата в первый год при покупке квартиры-студии площадью около 30 квадратных метров в современном жилом комплексе. Кредит выдается до 20 лет на сумму до 90% стоимости. Конечно же, точные расчеты выплат для каждого покупателя сделают представители банка-партнеров в момент оформления кредита. А менеджеры отдела продаж застройщика помогут вам выбрать как желанную квартиру, так и способ финансирования покупки с помощью банковских кредитных программ. Тем более, что весенняя акция обеспечит каждому покупателю самый большой выбор вариантов и множество возможностей для покупки жилья. Это все к этой минуте. Следите за нами в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...